День космонавтики В субботнике он прошел в канун Дня космонавтики В субботнике приняли участие волонтеры, ученики 33-й школы и воспитанники Центра Патриот. А сегодня для школьников и студентов пройдет исторический квест «Первый космический». Очень важно привлекать нашу молодежь для того, чтобы все знали, помнили о том, что такое российская и советская космонавтика, помнили о достижениях прошлого и знали о достижениях сегодняшнего дня и всегда смело смотрели в будущее. И еще 16 апреля в 11.00 на набережной от библиотеки имени Добролюбова стартует космический забег. Участникам предложат пробежать дистанцию 1957 метров. Именно в этом году, 60 лет назад, наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. А 17 апреля в Архангельске стартует двухмесячник по уборке города. Масштабные работы по очистке улиц продлятся до 17 июня. Установлен и единый санитарный день – пятница. За 60 дней генеральной уборки столицы региона будет очищена от мусора, приведут в порядок мемориалы, памятники, воинские захоронения, облагородят места массового отдыха горожан. Глава округов отчитались о полной готовности. Закупленный навентарь к участию привлечены управляющие компании, торговые точки, предприятия и учреждения. Архангельская область готова к весеннему половодью. Такую оценку дал заместитель министра МЧС Владимир Степанов на заседании КЧС в Вологодской области. Прошедшие снегопады и ночные заморозки замедлили процесс разрушения и таяния льда. Ледоход в Поморье ждут раньше срока – в начале 2 декабря. О подготовке к поводку 2017 решила на ежегодном оперативном совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям Архангельска и Вологодской областей. Оно прошло в Великом Устюге. Наш регион на нем представлял председатель правительства Алексей Алсуфьев. По его словам, на реках Северная Двина и Пинника толщина льда меньше среднестатистических показателей. Осенних заторов всего два. Они относятся к категории средних и могут вызвать лишь локальные неблагоприятные последствия. Из-за них в зоне риска находится 12 населенных пунктов. Это 524 жилых дома с населением около 3000 человек, проживающих в Дябрино, Емецке, Холмогорах, деревне Верхняя Палинга и других. Подтопление социально значимых, потенциально опасных и критически важных объектов не прогнозируется. По природно-климатическим характеристикам ситуация отличается, безусловно, от прошлогодней, но поводов расслабляться это не дает. Мы усилили муниципальное звено реагирования нашей территориальной подсистемы в Котласе, в Котласском и Красноборском муниципальных районах, те, которые были в прошлом году в зоне чрезвычайной ситуации. Мы сегодня понимаем характер развития и прогнозирования ледохода, и поводка по всему руслу уже большой северной двины, как реки, до города Архангельска. Облет показал то, что проделана очень серьезная работа по подготовке, по проведению непосредственно превентивных мероприятий. Мы это увидели практически по всему маршруту полета. Было видно, что проведены ледорезные работы, и там, где нужны подрывные работы, проведены целый комплекс мероприятий, которые говорят о том, что с высокой степенью вероятности сделано все для того, чтобы не повторить ни в коем случае, как говорится, того, что было в прошлом году. С сегодняшнего дня закрыта пешеходная ледовая переправа на остров Кега. Это произошло раньше, чем в прошлые годы. Причина в том, что весна выдалась теплой, и русла северной двины уже сейчас не позволяют удерживать мостки, и переход становится небезопасным. Для сообщения с островом организовано 14 рейсов буксира в сутки. Запасы продуктов питания и острой необходимости завезены. В случае события, то есть паводка, пункты временного размещения будут находиться в школе номер 70. От ремонта подъезда до реконструкции набережной Седово. Вот круг вопросов, которые подняли жители Саламбальского округа на встрече с депутатом областного собрания Эрнестом Белокоровиным. Сначала парламентарий отчитался перед избирателями своего округа о работе в 2016 году, важной законодательной инициативой, автором которых был Белокоровин, о сокращении депутатского корпуса в областном собрании и выделении дополнительных средств на ремонт дорог. И то, и другое предложение в результате были поддержаны и реализованы. Кроме того, Белокоровин нашел понимание у областных и городских властей в вопросе строительства в Саламбальском округе Архангельска детского сада с яслями на 280 мест. Много-много других вопросов. Это и благоустройство территории, это и парк в Саламбале, это и строительство детского сада, это и многие небольшие вопросы, что касается, допустим, ремонта дорог. Есть очень много, кстати, вопросов по здравоохранению, по седьмой городской больнице. Ну, не может пока больница набрать специалистов, очереди к специалистам. На встречу с избирателями Белокоровин традиционно пригласил представителей городской и областной исполнительной власти. Такие форматы общения люди, конечно, приветствуют. По какому вопросу не обратишься, он всегда поможет, всегда сделает. И приемные у него хорошо работают, хорошие девочки. То, что на все вопросы всегда ответят. На встрече саламбальцы узнали подробности проекта реконструкции набережной Седова. Работы начнутся этим летом, а завершиться должны в 2019 году. Всего на ремонт достопримечательности салонбала из бюджета будет выделено 510 миллионов рублей. И информация для автомобилистов. С 1 мая в Архангельске изменится схема проезда перекрестка улицы Папанино и окружного шоссе. Теперь направлением главной дороги будет правый поворот с окружного шоссе на улицу Папанино и левый поворот с Папанино на окружное шоссе. Напомним, вся дорога от М-8 до аэропорта Архангельск в прошлом году была передана в федеральную собственность. Это Краснофлотский мост, улица Папанино, окружное и Талашское шоссе. Сегодня утром из длительной командировки в Архангельск вернулся отряд регионального управления Росгвардии. Почти 4 месяца отряд из 30 сотрудников ОМОН участвовал в проведении спецоперации, выполнял задачи по обеспечению паспортного режима на Северном Кавказе. На перроне бойцов встречали друзья и родные. Они уже привыкли к частым служебным командировкам близких и всегда с особой радостью ждут их возвращения. Наконец-то мы дождались нашего папу, нашего закормильца. Мы очень долго ждали его, их не было дома почти 4 месяца. Мы очень скучали безумно, очень рады их возвращению. Все прибыли живы-здоровы, все волнительный момент всегда, встреча с родными. Очень все рады. Все поставленные задачи нам руководством управления Росгвардии выполнены в полном объеме. Впереди силовиков ждет ряд медицинских комиссий и небольшой отдых, после которого они вновь вернутся к исполнению служебных обязанностей. И это все новости. К этому часу встретимся в 16.00.